Всем привет! Сегодня мы продолжаем уроки по сканерам. Сегодня у нас восьмой урок по сканерам уже. И сегодня мы поговорим, начнем о такой теме, говорить как муар. Муары бывают разные. Самый простенький вид муара расскажу прямо сейчас, а остальные будут больше в других, как я вам рассказываю. Я даже отдельное видео запишу про муар, потому что к сканерам это мало все-таки относится, к сканерам это больше вот-вот. Сегодняшняя тема будет подходить по сканерам и следующая тема, как от этого муара избавиться, так к сканерам подходит. А что такое муар и где он встречается, это расскажу, наверное, в отдельной видяшке. Ну ладно, давай поехали, кстати, с муаром, с вам простеньким. Значит, у нас есть картиночка, вот такая картинка. Она у нас в формате небольшой, это формат Дин Ланг называется. И если я приближусь своим почти что невооруженным взглядом, у меня очки есть все-таки. Значит, если я своим почти что невооруженным взглядом присмотрюсь, то я могу увидеть вот такую как бы крапинку небольшую. То есть, в принципе, если вы в таком маленьком формате картинки видите какие-то точки, уже обычным своим взглядом, да, то, скорее всего, эта картинка была сделана, распечатана в разрешении 300 ДПИ. И в этих же самых 300 ДПИ я эту картинку еще и отсканировала и получила вот такой вот результат. Я получила такой результат и решила, что эта картинка для меня слишком нечетенькая, а я, допустим, хочу ее снова распечатать по новой. То есть, если я вот такой результат распечатаю, то он будет уже не такой четкий, как у меня, допустим, вот здесь вот нарисовано. И я решила, что этого мне мало, вот этого 300 ДПИ мне мало, поэтому я отсканировала это дело еще и в 600 ДПИ. Вот это у меня получилось 600 ДПИ. Тоже такая довольно-таки странная штукенция получилась. Мы видим эту нашу уже растровую сетку. То есть до этого у нас была растровая сетка вот такого формата. Секундочку, я на 300 пи. То есть у нас картинка, цвет здесь неравномерный. Вот этот зеленый цвет неравномерный. Сейчас, секундочку, милицо маленькое, милицо маленькое. Цвет у нас здесь неравномерный. Вот здесь у нас цвет равномерный. Почему равномерный? Потому что нас далеко, как мы видим, и поэтому все пунктики у нас сливаются. И получается равномерный такой зеленый, зеленоватый такой цвет. Здесь мы видим, что у нас цвет то светло-зелёный, то тёмно-зелёный получается, и какая-то каша получается, на самом деле. Если мы в 600 ДПИ это дело отсканируем, то мы увидим ещё больше. Мы увидим уже, что наши полоски превращаются в какие-то кружочки. И эти кружочки пока что ещё толком непонятные. Тут более зелёные, тут более красненькие, тут более жёлтенькие кружочки появляются. Если мы это сосканируем ещё в большем формате разрешения, 1200 ДПИ, то мы уже чётко увидим, что здесь у нас красная точка, здесь синяя точка, здесь у нас чёрненькая точка, жёлтенькая точка. То есть мы чётко видим нашу растовую сетку, которую нам дал принтер. То есть когда принтер печатает картинку, он всю картинку растрирует, то есть когда мы в фотошопе, допустим, картинку создаём, мы просто берём какой-то цвет определённый и заливаем его полностью каким-то одним цветом. Когда у нас послаем эту картинку на печатание, принтер этот цвет разбивает на три, на четыре цвета наших символики цвета. То есть синенький, жёлтенький, пурпурный и чёрный. И над этим такими точками его разделяет каждый пиксель на вот эти маленькие четыре точки. Вот, понятно, что жизнь-то рассказывала. Если нет, то ещё раз запишу такую видяшку про то, как у нас принтер печатает. Вот, значит, что дальше? Когда у нас это дело принтер растрировал, у нас получилась такая растовая сетка. Первая наша растовая сетка. И он её распечатал в таком формате. Мы её отсканировали снова, и мы увидели эту самую растовую сетку. Теперь, если мы вот эту штукенцию в разрешении 1200 dpi распечатаем ещё раз на принтере, то есть мы её отсканировали, получили нашу растовую сетку, если мы сейчас её распечатаем, то у нас получится очень интересный результат. Секундочку. Вот это у меня оригинал, а вот это то, что получилось после печатания в разрешении 1200 dpi. То есть, как видите, цвет совсем другой. Здесь он более жёлтый, здесь более зелёненький. Почему так получилось? Сейчас я тоже покажу его на мониторе компьютера. Вот это наш 1200 dpi, и, как видите, мы тут чётенько видим, что здесь зелёненькая точка, здесь у нас жёлтенькая точка, красненькая и так далее. И если вы присмотритесь, то жёлтого здесь преобладает больше. То есть, когда мы послали вот эту картинку на принтер, принтер этот, в каждый фрагментик этой картинки, он тоже растрировал по новой, в это самое, в другую сетку цветовую. И у него получилась совсем другая цветовая сетка. Плюс ко всему, вот этот продукт, да, вот этот печатанный продукт, он был напечатан на, скорее всего, на каких-то там этих профессиональных offset принтеров больших, да. А вот эту штукенцию я распечатала в школе своей на лазерном принтере. И там тоже технология немножко другая, конечно же, чем вот на offset принтерах. И, да, и получилось, что вот это была как бы первоначальная сетка. А когда я её ещё раз, вот эту штуку сосканировала, чтобы посмотреть, какая сетка вот тут у нас получилась, у меня, я пришла к вот такому результату. То есть, вот это у нас сетка, когда я распечатала вот эту картиночку на листочке и отсканировала. По-моему, я в формате 1200 dpi это делала отсканировала и получила вот такую вот штукенцию. То есть, здесь вы видите то, что сетка растет совершенно другая. Преобладает жёлтый цвет. Почему? Потому что, когда мы вот эту картинку послали в печатание на тот принтер, принтер решил, что вот эти фрагменты здесь преобладают больше жёлтый цвет, поэтому он другие цвета немножко проигнорировал и сделал больше акцент на жёлтом цвете. То есть, принтер неправильно понял нашу задумку. И принтер это делал вот в таком формате. То есть, красненький он где-то ещё оставил, а зелёненький у нас потерялся почти что совсем. То есть, может быть, чуть-чуть зелёненького тут ещё есть. Вот тут мы зелёненький видим, тут зелёненький видим. Но, в принципе, преобладает больше жёлтый цвет и больше красный цвет. То есть, принтер не понял нашу задумку. То есть, вот это вот, то, что у нас получилось, это как раз таки и есть эффект муар. Это у нас была одна растовая сетка, на неё наложили другую растовую сетку, и у нас получился совсем другой результат. У нас получился другой рисунок. То есть, до этого растовая сетка у нас была такими, как бы, кружочками. Вот, секундочку. Вот такими кружочками она у нас была. Сейчас растовая сетка у нас приобрела, как бы сказать, форму уже не кружочков, а какие-то более такие, как бы, такие линии. То есть, линия вот такая, линия вот такая, да, такие крест-накрест такие линии такие положенные. И плюс ко всему у нас ещё и цвет менялся. То есть, помимо узора, ещё и меняется иногда цвет. Это у нас, как бы, эффект муар, самый простенький вариант. Другие варианты муара я расскажу в отдельной видяшке, потому что тема такая тоже обширная, ну не то что обширная, но в общем вариантов, каких бывает муара, тоже очень много, возможно даже парочку видяшек запишу. Постараюсь больше придерживаться примеров из манги, конечно же. Но на сегодня пока что все. В следующем уроке по сканерам расскажу о том, как этот эффект муара тоже, как этот эффект муара нам избавится. Всем спасибо за внимание и всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok